Здравствуйте! Это программа «Ваш вопрос». Меня зовут Ольга Штополь. Мы работаем в прямом эфире. Лето заканчивается. Его итоги можно подводить по-разному. Можно посчитать количество выходных дней. Можно посчитать число солнечных. Те, кто работает на земле, будут судить о сезоне по урожаю. Овощей, фруктов, ягод. И пока весь мир сейчас живет спортом, у алтайских дачников своя Олимпиада. Только девиз не быстрее, выше, сильнее, а тяжелее, больше и ярче. Итак, каковы итоги лета? Что смогли вырастить на своих участках, а может быть и балконах наши телезрители? Если вам есть что рассказать, звоните. Телефону прямого эфира для жителей Барнаула 5 5 0, для жителей Алтайского края 8 800 718 02. Звонок бесплатный. У нас в студии эксперты, которые не только выслушают вас, но и смогут ответить на вопросы. Представляю гостей программы. На ваши вопросы сегодня отвечает Виталий Расцепнов, профессор факультета природообустройства Алтайского государственного аграрного университета. Здравствуйте, Виталий Александрович. Добрый вечер. У нас в студии Александр Канарский, руководитель Центра индустриальных технологий НИИ садоводства Сибири имени Лисовенко, кандидат в сельскохозяйственных наук. Здравствуйте, Александр Александрович. И на вопросы будет отвечать Андрей Лонговой, руководитель предприятия «Русские овощи». Здравствуйте, Андрей Владимирович. Здравствуйте. Я заявила сейчас тему программы. Хотелось бы услышать и от вас итоги этого летнего сезона. Виталий Александрович, вы пришли не с пустыми руками, вам и первому слову, собственно говоря, можно уже посмотреть итоги вашей работы. Ну как же заканчивать лето и не посмотреть, и не показать нашим зрителям, а что же мы получили. Все в этом году ожидали большого урожая, и действительно, для овощеводов год довольно благоприятный. Несмотря на то, что дожди идут почти все лето, но тепло, поэтому овощи в огородах растут, прекрасный урожай. Самое главное убрать вовремя, защитить его от болезней и вредителей, и прибрать его на долгую сибирскую зиму. Виталий Александрович, вот за вас мы были спокойны. Я почему-то была уверена, что какое бы лето ни выдалось, Виталий Александрович обязательно порадует нас чем-то ярким, красивым и вкусным. А вот что скажет наука, как для лесовенка сложился этот летний сезон? Ну, в целом, действительно, сезон сложный. Весна была... Мы говорим о ягодных растениях. Да, ягодных культурах. В Пожимовсе, например, у нас было незначительное снижение урожая, масса ягод была меньше. По другим культурам дожди, достаточно большое количество тепло, плоды растут. Но в то же время они меняют свою структуру. То есть, если яблоки раньше были, наливались, сейчас уже очень идет сильное растрескивание. Это тоже влага, да? Да, тоже большое количество влаги. То есть, уже созревание вносит даже определенный негатив. Александр Сергеевич, вы буквально за минуту до эфира говорили, что у вас облепихия сбора может начаться в ближайшее время. И яблоки, да, ранетки, получается. Да, да, да. С 15-го числа института садоводства начинает сбор яблока и облепихии. Ну, то есть, это все по графику, не позже срока, а именно в эти сроки обычно происходит созревание. Ну, плюс-минус там определенное количество дней всегда год вносит свои коррективы. Но, в принципе, в крае всегда в 12-15 числа начинается сбор облепихии. То есть, в эти дни по всему краю, примерно с 12-го числа, института садоводства с 15-го числа начинается массовый сбор облепихии. И уже объявлено все, население активно приглашаем, чтобы поучаствовали в сборе облепихии. Хорошо. Ну, и вот у меня вопрос к Андрею Владимировичу. Что скажете о промышленных, о овощеводстве в промышленных масштабах? Насколько это лето было сложнее или проще, чем предыдущее? Вы знаете, каждое лето по-своему интересно, но это лето как бы особенно. Мы очень много сэкономили, конечно, на поливе. У нас вся площадь поливная, то есть, 850 гектар мы выращиваем. И в этом году, я думаю, будут рекордные урожаи по всему борщевому набору, который мы выращиваем. С одной стороны, это, конечно, очень хорошо, но я так думаю, что для покупателей, для наших, это еще лучше. Потому что цен особо не будет высоких, потому что урожаи, думаю, будут хорошие. Ну и, соответственно, все будет считаться, когда это все загрузится в склад. Мало ли, какой у нас будет еще сентябрь. Поэтому цыплят по осени считают. Когда это все заложишь, выдохнешь, тогда и будешь считать, сколько ты заложил и какие ты получил урожаи. А сейчас можно только делать какие-то определенные выводы и перспективные урожаи. Ну, тем не менее, да, проанализировать, как прошли два месяца, это тоже много значит. Я сейчас хочу вам предложить посмотреть видеоматериал, который мы снимали за несколько дней до нашей с вами встречи. Побывали благодаря Виталию Александровичу на образцово-показательных участках. Ну и вот рассказали нам, как сегодня, чем занимаются сегодня дачники. Обычные участки. Обычные участки? Ну, хорошо. Только с трудолюбивыми дачниками. Хорошо. Давайте посмотрим, что делают трудолюбивые дачники. Яблоки, виноград, кукуруза и капуста. В саду у дачника с 40-летним стажем Виталия Рассыпнова. На каждой грядке и дереве дозревает урожай. Виталий Александрович выращивает в родовом поместье популярные культуры, знакомые каждому. И редкие, такие как капуста, брокколи или сельдерей. В этом году были благоприятные условия для созревания овощей и фруктов. Ранняя весна, теплое лето, много осадков. Дачник говорит, урожай будет хороший. Пробные копки картофеля показывают, что урожай будет гораздо выше, чем в прошлом году. Яблоки на яблонях также в большом количестве. Томаты, перцы, баклажаны. И, кстати, все в этом году созревает раньше на две недели. А от количества плодов томата просто кусты ломятся. Как никогда большие и сочные. Эти помидоры – гордость Валентины Фроловой. Урожаем в этом году тоже довольна. В общем-то, все выросло. Очень много яблок, хорошая морковь, хорошие помидоры, огурчики, цветы. Как видите, все это есть. К сожалению, у такой хорошей для урожая погоды есть минус. Из-за переизбытка влаги появилось больше вредителей. От них есть спасение. Вот одна из хитростей. Чтобы уберечь капусту от белянки, просто посадите на грядки календулу. Ее запах отпугивает насекомых. Кстати, с уборкой не затягивайте, говорят садоводы. Огурцы лучше всего собирать два раза в день. Тогда они не перезреют и отлично подойдут для соления. Мы продолжаем. Это программа «Ваш вопрос». Работаем в прямом эфире. Подводим сегодня итоги лета. Предварительные итоги лета. В этом нам помогают гости. И вот мы сейчас посмотрели сюжет, в котором Виталий Александрович рассказал о том, каких успехов он добился за это лето. Кроме того, журналист попытался рассказать, как нужно бороться за урожай. Вы уже в сюжете сказали, Виталий Александрович, что недельки на две раньше поспели и томаты, и перцы. Это действительно так? Это действительно так, потому что всё-таки тепла в этом году достаточно много. Тем более, что мы ведь все овощные культуры на дачных участках выращиваем через рассаду. А это примерно где-то 60 дней времени мы для выращивания рассады отводим. И урожай уже в конце июня, в середине июля мы уже могли собирать и огурцы, и многие другие овощи. Но вот мы в сюжете посмотрели, там кукурузу демонстрировали, которая ещё зелёная, она ещё даже не налилась. Вот я вам сейчас покажу, смотрите, вот прошла неделя, и вот эта же самая кукуруза, которая выросла, пожалуйста, вы её можете уже сварить и съесть с аппетитом. Это уже спелая кукуруза. Вот нормально. Две недели. Через две недели она будет грубой, и вы её уже не будете кушать. Вот как. То есть, действительно, всё считается по дням, всё делать вовремя. Хорошо. Между прочим, вот многие всё-таки дачники вот эту погоду этого лета окрестили тропическим. Мы сейчас уже разговаривали с Александром Александровичем, он говорил нам о том, что вот всё-таки для ягод это не очень здорово. Виталий Александрович, так ли это? Ну, это действительно так, потому что ведь сибирские условия, для них и сорта были созданы, это и короткое лето, это и достаточно у нас умеренные температуры. А тут вдруг температура 28-32, 28-32 и влажность высокая. Конечно, для многих овощей, так как у них родина происхождения, в основном всё-таки это Средиземноморье, тропические страны, для них благоприятно. И они растут, ну вот томаты, вы посмотрите, какой томат вырастает, почти килограмм. Это каждый год? Нет, в обычные годы это может быть гораздо меньше. А в этом году многие гигантские просто, подсолнечник, огромные шляпки, тыква, я не знаю, там, наверное, килограммов под 30 будет. Вот, Виталий Александрович, кстати, в соседнем регионе, в Кемерово, некоторые даже забеспокоились, дачники, а что вообще происходит? Откуда вот эти вот гигантские размеры той же самой тыквы или томатов? Так вот, пришли в специальную лабораторию проверять на нитраты. Было подозрение, что что-то не так с землёй. И от этого вот эти вот самые нестандартные размеры. То есть вы сейчас говорите, что, в принципе, в таких... Да это нормально. Дело в том, что при высокой температуре и при высокой влажности идёт очень хорошая микробиологическая деятельность почвы. И азота много накапливается. И растения возьмут столько, сколько им надо. Если мы не применяем лишние минеральные удобрения, то и в природных условиях растения берут столько, сколько им надо. Андрей Владимирович, а вот что Вы скажете? Мы, если уже заговорили о рекордах. Я, конечно, здесь не являюсь исключением. Допустим, в этом году мы на 10 дней раньше вышли с молодым картофелем. То есть если обычно в 20-х числах июля, то в этом году в 10-х числах. Если мы, допустим, свеклу убираем где-то в начале сентября уже, в этом году она уже у нас готова, и мы готовы её уже убирать. То есть она уже начала перерастать. То есть её уже надо собирать и складывать в холодильнике. Если лук у нас вызревал в середине сентября, то в этом году, я думаю, уже в 20-х числах августа он уже практически будет готов. То есть реально на 15-20 дней в этом году всё созревает быстрее. И картофель тоже так же набирает очень мощное, я так бы сказал, вес. Хорошо. Я вот сейчас Вам что предлагаю? Я сейчас предлагаю послушать мнение климатолога. Нам специалист из Алтайского государственного университета дал комментарий. Давайте послушаем, насколько мнение климатолога совпадает с Вашим мнением. Если комментировать лето 2016 года в целом, мне кажется, пока оно заслуживает оценку отлично. Оно порадовало нас жаркой погодой июня первой половины июля. Конечно, высокие температуры воздуха, которые даже в тени достигали 31 градуса, были не очень комфортны для жителей города. Но периоды летнего тепла в нашем климате обычно непродолжительны. И рекордом максимальной температуры воздуха в 38 градусов мы этим летом пока не наблюдали. Начавшиеся со второй половины месяца дожди обеспечили отличный урожай трав, который так необходим животноводству. Да и обилие ягод и грибов тоже радует жителей Алтая. А вот говорить о будущем урожае конкретных сельхозкультур пока рано. Для этого очень важны погодные условия периода уборки. Ну что ж, гости, уважаемый, климатолог поддержал те мнения, которые действительно вы высказали. Лето неплохое, лето, даже как климатолог сказал, отличное лето для тех, кто занимается выращиванием сельскохозяйственных культур. Я бы сейчас хотела перейти к конкретным цифрам. Вот, по крайней мере, сейчас обратиться к Александру Александровичу и поговорить о его, о садоводстве имени Лисовенко. Есть информация, что с селекционерами создано более 450 сортов плодовых, ягодных и декоративных культур. Вы меня поправляете, если что-то не так. 292 сорта имеют авторские свидетельства. 228 сортов включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на 63 сорта, получены патенты. То есть, вот эти вот цифры, которые официально есть на вашем сайте официально, да? Да, действительно, это так. Вот все эти сорта, все эти виды, они у нас выращиваются на территории Алтайского края или они используются повсеместно в России? Институт садоводства ведет очень длительный период создания сортов. Ведь создание сорта – это очень длительный период, чтобы создать один сорт плодов и ягодного растения. Иногда времени уходит 20, а то и 25 лет. Поэтому это очень длительный процесс. И всегда люди хотят каких-то новинок. То есть, если ориентироваться… Нет предела совершенства. Да, нет предела совершенства. Селекция не стоит на месте. Селекционеры выводят сорта, если брать, например, в ближайшее время по облепихе. Сегодня созданы сорта. Один с высоким содержанием сахара, другой с высоким содержанием витамина С, другой с высоким содержанием каротиноидов, третий с высоким содержанием масла. То есть для каждого направления создаются свои сорта, плюс постоянно совершенствуется увеличение массы плодов, чтобы были более урожайные. Если брать такое количество сортов, действительно, сегодня сорта выведены, но они не все размножаются. То есть если брать частное садоводство любительское, то селекционеры-любители зачастую хотят каких-то новинок. А есть привычка, если я выращиваю этот сорт, пусть он у меня и будет, зачем ничего-то лучше? Но большинство хотят каких-то новинок. Если брать промышленные насаждения, то там уже действительно используются сорта, которые себя зарекомендовали. Вот какой сорт вы используете на тех самых плантациях, жимолости той же самой, которые вы нам показываете? Ну, если брать жимолость, то используется достаточно большое количество сортов. Чтобы полноценно был урожай жимолости, необходимо использовать 3-4 сорта минимум. И сегодня конкретно там сорт, например, берелия, голубое веретено в большом количестве. То есть много сортов у нас используется. То есть сколько у нас выведено сортов, они все на одном гектаре до 10-15 бывает сортов. Если брать облепиху, то здесь количество тоже сортов у нас очень сильно варьирует. То есть у нас есть раннеспелые, среднеспелые, познеспелые сорта. Но в промышленных насаждениях, конечно, есть свои предпочтения. Используются несколько сортов, как чулыш, манка, чуйская, которые зарекомендовали уже многолетние свои. Вот я хотела услышать, да, вот те названия сортов, которые, может быть, сейчас будут полезны нашим телезрителям. Они больше используются, но они в любительском садоводстве очень популярны, но и в промышленных насаждениях очень много. Потому что они без колючек, легко собираются, и достаточно большое количество облепихового масла в них содержится. Поэтому в хозяйстве их ценят и используются на больших площадях. Другие сорта выводятся, заменяют, например, входят в группы раннеспелых, как у нас вот Августина, еще некоторые сорта. То есть позволяет на 2-3 недели раньше начать сбор облепихи. То есть по всем культурам пожимовости, например, выводятся сорта, где уже масса ягод достигает 2,5-3 грамм. Это очень хорошо, да. Да, то есть сорта есть такие. Но в промышленных насаждениях используются маленько другие сорта, которые более плотные ягоды, которые можно транспортировать на большие расстояния. Поэтому направлений очень много, и потребность людей в разных сортах. Каждый хочет какую-то изюминку. Александр, мне подсказывают, что у нас сейчас есть телефонный звонок. Мы сейчас ответим телезрителю и вернемся к нашей беседе. Продолжим беседу. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Откуда вы? Здравствуйте, меня зовут Елена, я из Барнаула. У меня вопрос к Андрею Владимировичу. Мы травим колорадского жука каждый год в своем собственном огороде. Скажите, пожалуйста, как это происходит в промышленных масштабах? Как вы боитесь с колорадским жуком? Спасибо большое. Поделитесь об этом. При посадке мы просто обрабатываем картофельный клуб. Есть такой препарат «Престиж». Он самый эффективный. Мы очень много разных пробовали препаратов, но этот самый эффективный. И еще, чтобы растение не болело, там еще есть один препарат. Забыл, как он называется. Сейчас вспомню, скажу. А мы сейчас пока дадим Виталию Александровичу слово. А как у вас отношения с колорадским жуком складываются? Мы также используем ядохимикат. Я использую вместо «Престижа» «Октару». Также обрабатываю клубни. Это при посадке? При посадке. А если вот сейчас уже ничего сделать нельзя? То есть, если он появился, то это значит, как бы живете с ним. Вот этот препарат может содержаться в растениях до 36 суток. За этот период времени, если появляется колорадский жук, он только попробует укусить, у него сразу наступает паралич кишечного тракта. И он погибает. Поэтому через 30-36 дней, если второе поколение появится, еще раз обработайте. Так как этот препарат… Для человека не вредно? Ну вот, этот препарат содержится только в стеблях и в листьях. Он в клубни не поступает. Поэтому через 5-6 дней после обработки вы можете спокойно копать эти клубни и употреблять в пищу. Препарат разлагается. Это доказано уже многочисленными экспериментами. И я вот уже несколько лет использую… Но колорадский жук может привыкать. Поэтому препарат надо менять. Меняет. Меняет, да. И если это огород небольшой, то многие просто собирают его, стряхивают. А если это, конечно, как у вас в плантации, там без… А второе и престиж у них одно. Действие вещество. Действие вещество, да. Да, да, да. Хорошо. К сожалению, сегодня многие хозяйства или частники, когда покупают, препараты разные. Действие вещество одно. И когда обрабатывают, постоянно привыкание идёт. Вроде бы разными препаратами обрабатывают. Названия разные, да. Названия разные, а действие вещество одно. У него идёт привыкание именно к действующему веществу. Хорошо. Значит, внимательно читаем то, что нам продают. Внимательно сравниваем действующие вещества. Ну, я думаю, что телезритель понял и теперь будет действовать в соответствии с рекомендациями. Читает инструкции, которые предлагаются в магазинах к препаратам. Там обязательно должны листовочку дать. Хорошо. При посадке мы обрабатываем Престижем и Квадрисом, я вспомнил, как называется. Квадрис, Квадрис. Да, это очень хороший препарат, который очень хорошо лечит от резоктонии и так далее. То есть клубни дают очень хорошие... Ну, кусты потом... Но это для промышленных масштабов, для садоводческих и приусадебных хозяйств. В мелкой фасовке его не продают, к сожалению. Ну да, это очень шикарно. Разделить с соседями, сделать счастливых ещё и соседей. Тогда на всё село надо покупать канистру. Да? Отлично. Всё село счастливо. Мы продолжаем. Я напомню, что мы говорили о тех сортах, которые предпочитают сейчас садоводы. Я хочу сейчас обратиться ещё раз к нашим телезрителям, напомнить, что телефон напрямого эфира для жителей города Барнаула 5 пятёрок 0 для жителей Алтайского края, 8 800 700 1802, звонок бесплатный. И вот всё-таки, Виталий Александрович, вы какие сорта предпочитаете выращивать? Я вот смотрю, вы тоже любите что-то новое каждый год пробовать на своём участке? Или вы вот как решились, что вот этот сорт самый лучший томатов, и продолжаете его выращивать? Так как я по своей жизни вообще опытник, я всё-таки учёный-агроном, поэтому у меня есть и традиционные сорта, которые я всегда возделываю. Которые не подведут. Которые не подведут. Я сейчас уже Александру Александровичу рассказывал, что у меня уже более 30 лет я выращиваю землянику сорта фестивальная ромашка. Уже ни у кого его, этого сорта нет. А вы, кстати, это украинский сорт. Да, вы сохранили. А я сохранил его, потому что я за ним слежу, я отбираю лучший посадочный материал. Он меня устраивает. И новинок я себе землейка не заношу, боясь занести какие-нибудь болезни и вредители. Что касается овощей, то сейчас такое обилие сортов, хотя, в принципе, помидор, он и есть помидор. Вот здесь вы видите на столе томаты, они и разного цвета, и разной формы. Ну, вкус у них приблизительно везде одинаковый. Но каждый старается выбрать для себя что-то новое. Вот вы все знаете капусту. Их видов несколько. И среди капуст большой популярностью пользуется, допустим, цветная капуста. Какого цвета цветная капуста? Помните? Качанчики такие. В заморозке. Белая. Вот, смотрите. А вот какая, смотрите, как завица. Вот. Это тоже цветная капуста. А как такой цвет может получиться? Селекционеры сделали, что антоциановая окраска на поверхности вот такого цвета. А вот, подождите, Виталий Александрович, а у меня вопрос, а вкусовые-то свойства? Абсолютно те же самые. Только эстетическое наслаждение, да? А вот еще один, вот еще один сорт изумруд. Смотрите, какой зеленый. Но он красивый, когда вы его на тарелку разложите, еще украсите какими-нибудь другими там томатами или там перцами, то это будет прекрасно смотреться. И вкусовые качества хорошие. Вот вы посмотрите перцы. Перцы вообще разнообразные. А к перцам мы привыкли. Зеленый, красный, желтый, нас к этому приучили. Дело в том, что цвет не зависит. Есть такое понятие, как техническая спелость. То есть, когда его убирают, и когда его вкусовые качества нормальные. А есть биологическая спелость. То есть, когда он уже либо покраснеет, либо пожелтеет, либо примет вот такую вот окраску пеструю какую-то с одной стороны, и тогда уже можно будет брать с него семена. А вкусовые качества, ну, опять-таки, где-то больше витамина С, где-то меньше. Зеленый, красный, желтый, абсолютно одинаковые вкусовые. И, конечно, у меня даже есть сорт, который называется сладкий шоколад. Он коричневый цвет у него. И шоколадом не пахнет. Нет, никакого шоколада там нет. Он обычный болгарский сладкий перец. Поэтому у садовода, у огородников, у них предпочтения могут быть, конечно, разные. Кто-то для консервирования. Ну, вот, пожалуйста. Вот они, знаменитый сорт черри. Да, 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 черри. Черри, да. Которые есть желтые, белые, ярко-красные, оранжевые. Они разного цвета есть, да. Или вот давнейший сорт де барао. Вот это золотистый, это красный. То есть это для консервирования специально. Да. И он долго хранится. Вы до ноября месяца, до конца ноября можете его сохранить дома и потреблять. А есть сорта, которые тонкокорые, которые мягкие, которые только вот с дерева снял, и надо сразу же потреблять его. Поэтому предпочтений, может быть, множество и предложений у продавцов семян. Ну, сотни. Вот томатов, я не знаю, но, наверное, сотни четыре можно найти в магазине на любой вкус. Конечно, приходит тот же самый дачник, садовод, и глаза разбегаются. И каждый пакетик вот с этими несколькими семенами обещают ему там и небывалые урожаи, и небывалые вкусовые качества. А спросите любого дачника, он обязательно скажет, а у меня вот сорт джина, который я уже много лет выращиваю, и я ему не буду изменивать другие скаты. А я выращиваю только вот дебора. Вот третий скат, а я бычьи сердца люблю. Томаты, которые испокон веков выращивались у нас и устраивают. Ну, вот есть у нас какие-то сорта, допустим, тех же самых томатов, которые, как вы говорите, исключительно в Алтайском крае, как брендовый продукт. Вот у нас мы предпочитаем выращивать вот это. Ну, есть, конечно. Есть сорта, которые, опять-таки, для промышленности. Толстокорые, которые долго хранятся, которые внутри у них малокамерные, там мало семян. Это вот те, которые действительно прилагаются. Например, такой сорт, как советский. Вот эти непревзойдённые сорты. И размер у него нормальный. Или там сорт ляна есть. Болдавский сорт в своё время был выведен для промышленного вот такого выращивания. Потому что даже убирали машинами. А те, которые идут в личном подсобном хозяйстве, на дачном участке, там, конечно, предпочтение отдаётся и крупным плодам, и красочным, и сладким, из которых можно делать и сок, и консервировать их в любом виде. У меня вопрос к Андрею Владимировичу. Не так давно мы все вместе здесь принимали Всероссийский день поля. Приезжала делегация из Германии, которая как раз занимается растеневодством, селекцией. Мы говорили с ними о картофеле. Они, значит, приехали со своими наработками, побывали у нас на селекционной станции. Вот скажите, пожалуйста, вот какие предпочтения у вас? Вы выращиваете какой-то определённый сорт или вы готовы к экспериментам? Нет, мы тоже практически каждый год экспериментируем, закладываем опыты и так далее. То есть нас всегда интересуют сорта, которые очень красивые при мойке. Мы их моем, чтобы они нравились нашим потребителям. Затем, чтобы они были внутри красивые, чтобы у них глазков внутри не было, чтобы они были все на росту хорошо. А хранятся, чтобы хранились. Да, и чтобы хранилось, соответственно, хорошо. Потому что именно качество хранения и внешний вид нас больше всего интересуют в клубнях. Мы в этом году завезли три сорта сюда очень хорошего картофеля, которые не было. Это вот «Эволюшн» называется, «Ароу». «Ароу» – ранний сорт, 45 дней, который мы вышли. Это очень красивый, очень… То есть мы уже 10 июня получали 30 тонн с гектара. То есть, во-первых, очень урожайный. Во-вторых, очень вкусные рассыпчатые картофели. Поэтому мы вот, думаю, что на следующий год будем его садить уже в гораздо больших объёмах и так далее. И на мойку у нас идут в основном красные сорта. Они красиво смотрятся в пакете после мойки и так далее. Вот мы в этом году завезли тоже элитные сорта «Редскарвет» и «Эволюшн». У нас на наших полях проходило мероприятие. Собирались все фермера Алтайского края. Они тоже были в восторге. Они видели, сколько клубней. Вы сейчас говорите о семинаре, который прошёл? Нет, они тоже, мы как бы, вот они все видели, тоже интересуются уже этими семенами и так далее. Хотя такой парадокс, они у нас не зарегистрированы в Алтайском крае. То есть, ну, мы как должны были получить субсидии, так как завозим семенной картофель элитный. А именно, нет, это из Голландии завозили. Вот такой. То есть, он у нас зарегистрирован в России, но не зарегистрирован у нас в… В Алтайском. Ну, не в Алтайском, в Сибирском регионе. В Сибирском федеральном. Да, и вот, ну, представляете, за некоторые сорта получили, а за те сорта, которые я приглашал тоже с Управления сельского хозяйства, вы говорите, посмотрите, говорю, как несправедливо, какие хорошие сорта мы завозим. И вот, допустим, даже мы людям захотим это продать, ну, там, другим фермерам, они предпочтут другой сорт, потому что на тех сортах они могут получить субсидии, а на этих хороших сортах они не получат субсидии. Вот такие даже бывают у нас. Вот вы, да, Андрей Владимирович, вы говорили, что пригласили, показали. Вот как раз не так давно в Алтайском крае продемонстрировали современные технологии производства и хранения овощей, картофеля на базе вашего предприятия. Да, на базе предприятия «Русские овощи» в Первомайском районе проходил этот семинар. Давайте поговорим о том, насколько вы, как профессионал, насколько вот Виталий Александрович, насколько Александр Александрович, как профессионал, готовы делиться своими секретами. Итак, когда вы приглашаете на семинар, что вы готовы рассказать, вот что интересовало больше всего? Ну, на самом деле, я сам по профессии военный летчик, я никогда не занимался сельским хозяйством. Ну, так сложилась судьба, что мы приняли решение пригласить, также приглашали специалистов. Если мы ставили технологию по картофелю, то лучший картофель и самый хороший урожай получают в Голландии. Мы платили деньги, приглашали специалистов из Голландии. И полностью от набора техники, от семенного материала и до хранения полностью мы покупали практически по их рекомендациям. И как бы я вам скажу, он нам открыл все тайны, и мы ему очень сильно благодарны. Никаких секретов, это, как сказать, и также мы с удовольствием делимся с фермерами и семенным материалом. И на самом деле здесь особых секретов, как оказалось, нет. Самое главное – полностью выдерживать от А до Я всю технологическую цепочку. Это удобрения, это обработки при посадке, это защита и так далее. И, конечно, мы применяем самые современные технологии – это навигация. У нас трактора ходят без вмешательства человека. То есть, они ходят сами. Человеческий фактор в устранении. Да, трактор делает ошибку плюс-минус один сантиметр в движении. То есть, пока у нас, да? Да, да. То есть, там просто на самом деле космические технологии, но они так облегчили нам работу в сельском хозяйстве. Первый год я с ума сходил, когда там этот едет, гребни нарезает, там механизатор, и сделал велёк, и вся эта картошка, которую мы посадили, она наверху, на поверхности. Их заставлял там вылазить из трактора садить. Сейчас ничто такого не происходит. Точный сантиметр в сантиметр. Как прошла посадка, так прошёл и гребнеобразователь. То есть, и скорость увеличилась, и посадки, и обработки, и гребнеобразования, грубо говоря, увеличилась в два раза. То есть, мы можем это делать и круглосуточно. То есть, и человек, который сидел в тракторе, раньше просто после смены выпадал с трактора вот с такими глазами красными. У него, так сказать, коленки все вот так опухали от того, что он был весь в напряжении. А сейчас он может, трактор идёт, он может выйти, посмотреть, как там работают механизмы, опять запрыгнуть в трактор и так далее. Он только нужен для того, чтобы развернуть трактор и, грубо говоря, включить, дать ему обороты, всё. Очень хорошо. Андрей Владимирович, я вот обязательно выслушаю наших гостей. Сначала ответим на вопрос телезрителя. Есть звоночек. Вы в эфире. Как вас зовут, откуда вы? Здравствуйте, меня зовут Михаил, я из Барнаула. Ваш вопрос, Михаил? Здравствуйте. Можно ли доверять лунному календарю при посадке овощей и фруктов? Вот спасибо за вопрос. Вот так вот. Да, Андрей Владимирович, вы лунный календарь-то смотрите? Я первый раз слышу о таком календаре. Я могу сказать. Ой, Виталий Александрович, слушаем вас. Вы знаете, мне однажды поступил вопрос из одного уважаемого журнала, как влияет луна на жизнь на Земле. Но чисто с научной точки зрения, с точки зрения физиологии растений и вообще агрономии, луна в какой-то степени влияет, но настолько незначительно. Хотя есть примеры в природе, когда луна действует на приливы, отливы, на косяки, там, рыб в море и так далее. Вот растения абсолютно не чувствуют. Хотя, в принципе, вот... Откуда же тогда берётся вот это вот, вот эти вот лунные календарь? Что же их составляет-то? Да это пошло в начале 90-х годов, когда появились вот эти вот вненаучные знания. Есть научные знания, есть вненаучные. Вот астрология, теология, каббалистика, хиромантия, дианетика – это всё вненаучное, оно знание, но оно вненаучное, оно не доказано. И поэтому, когда речь идёт о лунном календаре, ну, хотите вы по фэншуе жить, ну, расставляете вы мебель, вам это нравится. Хотите вы сеять и сажать по лунному календарю, пожалуйста, никто вам не запрещает. Но толку от этого никакого не будет. Когда вы читаете в лунном календаре, что в феврале месяце наступило время посадки картофеля, ну, я у тебя, может быть, это в Африке, а у нас прямо в открытую это написано. Поэтому в угоду читателям многие журналы публикуют. Наш журнал «Удачка» тоже публикует лунный календарь. Но мы стараемся в этом журнале, так сказать… Подчеркнуть. Нет, попасть в ту решётку природных условий, чтобы действительно советовать так, когда сеять и сажать, когда убирать и так далее, так, как чисто с агрономической точки зрения. Поэтому не парьтесь в мозги и не забивайте себе голову, чем попало. Занимайтесь делом. Да, слушайте синоптиков, как минимум. Как можно раньше заходить и в поля, и как можно больше убирать и в плохую погоду. Вот смотрите, сейчас давайте вернёмся к нашей прежней теме беседы. Андрей Владимирович сказал, что убрали человеческий фактор, и всё заработало как часы, да, и это помогло. Нет, на самом деле я не так сказал. Я просто облегчилась самопроизводство. Человеческий фактор в виде агрономов и так далее, которые должны объезжать поля, смотреть, как это всё растёт. Хорошо, а то я представила себе умную машину, которая получает сигнал из космоса. Это только по почве обработки я говорю. А то, что люди работают, набираются опыта при обработках и так далее, то есть это никто не отменял. Спасибо, что поправили. Виталий Александрович, а вот в Вашем случае, насколько садоводы между собой готовы делиться секретами? Вот смотрите, есть такая старинная пословица, та же или поговорка, был бы, говорит, дождь до грома, и нужен агроном. Она абсолютно не соответствует действительности, потому что грамотный специалист, который знает действительно технологию, который владеет секретами, он даст гораздо больше отдачи, чем вот эти же лунные календари. Что касается учёбы и передачи знаний, то у нас традиция у русских. Мы не можем секреты сохранять. Вы прочитайте западные журналы, американские журналы по тому же садоводству или по овощеводству, вы там не найдёте изюминки. Там будут общие фразы. У нас же любой, возьмите журнал, там будет чётко... Мы ещё в картинках покажем. Да, чётко показано, как посеять, где посеять, что посеять, как убирать. То есть мы в этом плане делимся. Вот институт садоводства, они каждую зиму проводят университет знаний. И к ним приходят, да, Александр Александрович может это рассказать. Мы издаём на Алтай газету «Природа Алтай». Вы знаете её, да? Да, да, конечно. Прекрасная газета. Это экологическое направление. И там есть несколько страниц, которые посвящены Сибирскому саду и огороду. То есть делятся и сами дачники, и делятся учёные, как выращивать. Есть региональный журнал «Удачка», который идёт на всю страну. От Сахалина до Калининграда. Вот там уж точно проверенная информация. Мы проверяем там досконально. Если к нам присылают письмо и говорят, что надо побрызгать молоком или кефиром растение, и оно прямо у вас зацветёт. Да ничего подобного. Не зацветёт, оно только пахнуть будет дурно. Поэтому всё это проверяем. И в этих журналах, и даже ваша студия часто даёт передачи, где показывает, как надо, как надо на научной основе, как объяснить тот или иной факт. И садоводы делятся. Делятся. Вот вы сюжет посмотрели. Валентина Григорьевна Фролова, которая рассказывала и показывала своё, она вам в студию прислала подарок. Вот такую капусту вырастила прекрасную. Пекинская капуста. Она в магазинах стоит 170 рублей килограмм. Вот когда она узнала, что я иду на передачу, она говорит, Виталий Александрович, передайте в студию ребятам, которые приезжали к нам и снимали на огороде, пусть они попробуют выращенную вот такую капусту. Вот давайте, Виталий Александрович, сохраним обязательно. Обязательно вы её съедите. Да, мы её сохраним до обеда, как минимум, и будем использовать на сочинение. Поэтому все секреты, которые есть... А где рецепт выращивания? А, выращивание? Да. Выращивание тоже очень простое. Холодостойкая культура. Надо выращивать либо ранним весной, либо поздно осенью. Вот сейчас, если посеять её, она ещё успеет вырасти. Да вы что? Если у кого-то в теплице осталось место, сейчас можно посеять прямо в грудь семена, как раз начнутся холодные... 50 дней, не срок в гитаре. Да, 45-50 дней, она вполне достаточно. Отлично. Так что можете лакомиться осенью. Хранится плохо, правда. А мы и не собираемся её долго хранить. Ну, это другое дело. До ближайшего обеда, до ближайшего перекуса. Кстати, тоже в промышленных масштабах в этом году посадили два гитара. И в магазинах мария-рабаша капуста? Вот буквально через неделю будет появиться. Если ещё добавите туда сельдерея, если вы ещё туда добавите, допустим, там огурчик какой-то и с растительным маслом, с нашим алтайским... Это значит до конца эфира, 20 минут после эфира, всё что угодно, всё по вашему рецепту, всё как скажете. Давайте слово дадим всё-таки Александру Александровичу, который Институт Лисовенко, естественно, тоже не остается в стороне, делится секретами, а у вас-то есть точно чем поделиться. Что самое востребованное, что спрашивают чаще всего? Что вы рассказываете? Ну, такого сказать, что что-то востребованного, она много вопросов интересует, как садоводов-любителей, так и промышленных фермеров. То есть, если в каких-то предприятиях, может быть, есть какой-то фактор скрытия, всё, то Институт садоводства полностью всегда открыт. То есть, постоянно проводятся семинары, да. То есть, в течение зимы проводятся лектории, то есть, когда всё рассказывается о новинках, какие новые сорта, какие разработаны какие-то биологические способы защиты, технологии возделывания. То есть, всё рассказывается садоводам-любителям. Если промышленных хозяйств приезжает, то есть, проводятся регулярные встречи непосредственно на полях, то есть, всё рассказывается. То есть, изначально цель непосредственно науки создать сорта, которые будут востребованы, и технологии, которые будут востребованы непосредственно в хозяйствах. Поэтому активно работа проводится с хозяйством, заключаются хоздоговора, то есть внедряются эти сорта, проверяются, какие сорта лучше в каких хозяйствах, какие технологии срабатывают. То есть, если что-то срабатывает, другие приезжают в эти хозяйства, наблюдают, смотрят, себе внедряют. То есть, это постоянный процесс, и сам академик Лисовенко говорил, что сорт становится сортом, когда он размножен и передан людям, без этого он не может быть узнан. Поэтому институт садовоса всегда открыт для журналов. Это удачка, один из немногих, это и удачка, это и времена года. Кроме того, публикуется огромное количество научных статей в научных журналах, ваковских и ринцевских. То есть, объем публикации в год 50-100 статей, то есть, по всей России и миру, и за границей публикуются сотрудники. То есть, за границей тоже востребован тот опыт, который вы готовы? Естественно, потому что очень много сортов института садовоса разошлись по миру. Практически большинство сортов облепихии в Китае, это Алтайское, в Монголии, даже в Греции, в Молдавии. То есть, наши сорта распространены, то есть, выращиваются. В Подмосковье там есть, большинство даже селекция брала начало. То есть, институт садоводства – родоначальник таких культур, которые ввели в культуру облепиха, калина, которые, если сейчас они распространяются, то первые сорта брали и потом вводили селекцию непосредственно от института садоводства. Ну, и институт садоводства тоже некоторые сорта европейские берет и включает их в селекцию. Поэтому наука для друга должна быть открытой. Поэтому эксперименты, эксперименты, и что-то новое возникает. То есть, хотят тоже получить сорт, чтобы включить ее в селекцию, чтобы получился сибирский устойчивый сорт, высокоурожайный. В Сибири спортить не может ничего, да? Только улучшить, приумножить. Ну, Сибирь, конечно, приумножает, но погодные условия вносят свои коррективы. Как бы мы ни хотели, но сверх крупноплодные, например, сорта яблони могут расти только в сланцевой форме. Потому что если не сланцевая, то они вымерзают. Если берем традиционные аборигенные культуры, как облепиха, там жимолость, то есть даже 35 по жимолости, есть даже зарегистрированный факт, минус 54, и в принципе жимолость растет. То есть, даже цветок выдерживает минус 3, минус 5 без особых таких повреждений. Поэтому это вот сибирские культуры. Другие культуры уже нужно выращивать, может быть, иногда уплотнять, чтобы было снегозадержание. То есть, здесь уже вносятся определенные коррективы технологии возделывания. Давайте поговорим все-таки о том, что не только вырастить нужно, но нужно еще защитить в процессе. Вы знаете, не так давно, вот такая информация появилась у наших коллег в интернет-издании, в Алтайском крае разрастается сорняк-агрессор. Сорняк-агрессор называют, это борщевик сосновского. Насколько нам нужно бояться этого сорняка, и на самом деле чего опасаться с доводом-дачником? Виталий Александрович, страшный сорняк борщевик сосновского? Есть красная книга растений, то есть те растения, которые надо сохранять. И есть черная книга, то есть те растения, которые пришли к нам захватывать наши поля, и которые могут нанести урон. Их завезли как-то? Да, завезли. Завезли? Завезли. Их завозят с семенным материалом, их завозят любители. Вот у нас, вы знаете, сейчас виноградарство очень сильно развивается на Алтае, и сейчас редко найдешь дачный участок, где нет винограда. Но привезли такие сорта, которые неустойчивы к мильдию, которые к овидиуму неустойчивы, и все виноградники начинают болеть. Точно так же борщевик сосновский. А мильдии и овидии – это что? Это грибки. А, это грибы. Это грибы. Это низшие грибы, которые развиваются только именно на винограде. Что касается борщевика сосновского, то это была внедрена культура как кормовая вне черноземья, очень высокий урожай, питательные свойства хорошие, силостная культура. И он из полей, из больших, стал уходить на сенокосы пастбища, вдоль дорог, и стал распространяться. Аллерген, сок его ядовитый. Многие люди, соприкасаясь с листьями, допустим, могут получить ожоги. Поэтому бороться с ним только физически уничтожать. Но у нас, кроме этого, еще достаточно много других пришельцев. К нам пришел золотарник. Вот к Бийску подъезжаешь, все вокруг лесных полос, вдоль дороги, красиво цветущее золотистое растение. Это с дачных участков пришел. В Поспелихе ячмень гривастый. Его тоже как газонную травку вроде бы пытались посетить. А он как пошел полыхать везде. Он захватывает территории. И борьбы-то с ним никакой нет. То есть он начинает расти, вот как сорное растение. А конопля, пожалуйста. Вот когда-то она была на полях, ее выращивали, и получали волокно и масло семена. А сейчас она растет на пустырях, рудеральное растение, где его достаточно много и бороли с ним, и травили, и вырубали. И все равно она продолжает расти. То есть человеку надо более быть осмотрительным. Не надо завозить со стороны. У нас уже теперь из-за границы даже люди едут из Египта, из Вьетнама, везут комнатные растения. А потом нам звонят в редакцию, спрашивают. Ой, это у меня растения все погибли. Я говорю, ну а что случилось-то? Да вот у меня так, начинаешь раз спрашивать. Оказывается, привезли какое-то невиданное растение, а с ним либо болезни, либо вредители. Которые невидимы глазу, собственно говоря. Я всегда советую, если вам подарили букет цветов, который из оранжереи, то вы его не ставьте вместе с комнатными растениями, потому что это явно или лжещитовка будет, или еще какие-нибудь насекомые, которые поразят ваши комнатные растения. Потому что к нам привозят цветы и из Кении, и из Голландии, из Бельгии. С дополнительной нагрузкой получается. Да, с дополнительной нагрузкой. То есть там бывают скрытые, в скрытой форме, они потом начинают развиваться и поражать наши растения. Поэтому существует специальная карантинная служба, которая должна была бы все эти проверять партии. Но когда человек в кармане привез семечко и посадил, тут никто его не проверит. Поэтому многие страны запрещают ввозить, допустим, фрукты, ягоды, живые растения и так далее. Попробуйте в Австралию. В Австралии вас перетрясут, все вытрясут у вас. Из кармашков, до сюда семечка. Не дай бог, если у вас там слива будет или там яблоко у вас с вами будет. Поэтому тут нужно именно людям знать, что это такое. И не завозить. Андрей Владимирович, вы с чем боретесь? Что угрожает вашим? Ой, у нас каких только сорняков нет. Но у нас есть средства защиты, которыми агрономы занимаются, которые заранее мы закупаем. Есть такие компании, как Сингента, которые завозят очень хорошие средства защиты. И они вот, так как сказать... У вас каждый год эта борьба продолжается, да? Да, это каждый год. И каждый год есть своя линейка гербицидов специальных и на картофель, и на свеклу, и на морковку, которым мы всегда пользуемся. Поэтому у нас поля стоят чистые, аккуратные и красивые. Хорошо. Ну, Александр Александрович, вы каким способом борете? Основной способ – это механические прополки, обработки. Редкий раз использовать стараемся гербициды. Потому что продукция садоводства, например, та же облепиха, ее продукция относится к лекарственным. И необходимо минимизировать применение химии. Да, от некоторых вредителей не уйти, там, как та же облепиховая муха или плодожорка на яблоне. Проводится обработка, но эта обработка минимальна. Если мы будем брать среднюю полосу России, то количество обработок на той же яблоне возрастает порядка десяти. Если мы берем южный регион, то это до 20 и более обработок может быть пестицидами. То есть это грибные болезни, потом идут какие-то вредители одни за другими. Климат это, да? Климат, да. То есть южные условия, они поражают большее количество вредителей и болезней. Сибирь – это такое место, где продукция, можно сказать, это самая минимальная по применению химии. Ну, практически экологически, не абсолютно экологически. То, что абсолютное применение невозможно исключить, но она минимизирована по одной обработке. То есть нигде такого в европейской части нет. Поэтому продукция, те же яблоки или облепиха, выращенная, например, в Сибири, или та же яблочко, выращенная за границей, которая приезжает, то есть там не витаминов, выращенная по технологиям, плюс обработана во время выращивания, а потом еще, прежде чем ее сюда везти, для хранения. Поэтому если приехать собрать яблочко с дерева, выращенной в Сибири, это вот самый кладезь витаминов. Все остальное – это больше для радости желудка, чем для организма. Чем для пользы. Уважаемые гости, вот у нас не так много времени остается. У нас есть еще один небольшой видеоматериал. Мы как раз вот узнали у дачников, садоводов. Как на их взгляд, какой же урожай в этом году? Давайте все-таки послушаем, дадим слово нашим дачникам. Давайте посмотрим. Какой в этом год урожайный, не урожайный? Я считаю, что урожайный, потому что все уродилось, потрудились и все есть. В принципе, я довольна урожаем. Ну, я скажу, неплохой. Есть и помидоры, огурцы, даже арбузы. Вот пробовали срывать уже. Больше пяти килограмм, как говорится, попадают очень вкусные. Ну, честно говоря, жаловаться нечего. Как видите, все сзади вас, нас. Картофель есть, капуста есть, помидоры есть, огурцы. Вот все. Ну, и мы возвращаемся. Не так много времени остается. У нас есть еще вопрос из социальных сетей, из наших. А мне подсказывают, у нас есть звонок. Давайте сначала телезрителю ответим, и затем уже будем отвечать на вопрос из социальных сетей. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы? Здравствуйте. Светлана. Зовут меня из Новоалтайска. А ваш вопрос? Скажите, пожалуйста, а когда лучше высаживать плодово-ягодные культуры? Спасибо. Когда? Институт Лисовенко, слово, Александр Александрович. Основная плодово-ягодная культура, для каждой культуры есть свой оптимальный срок посадки. То есть, или осенний, или весенний. Но осенняя реализация посадочного материала начинается, выкопка начинается. Где-то это, ну, всё по-разному, естественно, по годам. Но где-то с середины сентября, где-то начнётся выкопка. То есть, это осень. Вовремя телезритель спросил, сейчас есть возможность подготовиться. То есть, большинство культур, там, как ягодники, их рекомендуют, как, например, жимолость, облепиха, осенняя посадка. То есть, потому что жимолость, например, она очень ранний период этой генерации. То есть, весной практически снег не сошёл. Если мы сейчас посадим, мы весной уже ягодку получим, или мы исключительно посмотрим на красивое деревце? Нет. Если посадить, например, у нас сейчас есть реализация, там, двух, например, лет доращивания, обжимолость, то вы посадите, уже какие-то ягодки получите. Если вы посадите, вот, только дорощенный, двухлетний посадочный материал, то полноценного урожая получите по некоторым культурам на второй, но так стабильно, где-то в большинстве суток на третий-четвёртый год только дадут урожай. Поэтому садоводство – это период очень такой инерционный. И при этом, чтобы получить какой-то результат, нужно подождать. Сразу в садоводстве только по землянике достаточно быстро, за двухлетний период можно получить урожай. А всё остальное приходится ждать 3-4 года. И поэтому даже, чтобы минимизировать затраты в управлении сельского хозяйства, даже субсидии в течение трёх лет на уход за насаждение, доступление в промышленное плодоношение. Потому что действительно средств нужно много, а эффект наблюдается только на четвёртый год. Ну да. Поддержка здесь обязательно нужна. Александр Гульцанович, тогда скажите, пожалуйста, вопрос как раз в продолжение, вопрос телезрителей, вопрос социальных сетей. А что можно посадить на участки в конце августа, чтобы до зимы ещё урожай собрать? Ну, чтобы до зимы точно ничего не получить урожай. Это только крупноплодные, это крупномеры можно высаживать. Ну и стоимость, соответственно, возрастает в несколько десятков раз. Но если посадить, но урожай формируется, биологию-то её никуда от неё не уйдёшь. Поэтому весной цветёт, жимостят. В июле одни культуры, другие в августе, другие третьи в сентябре. Поэтому посадить только можно, чтобы начало расти, например, сейчас, как продаются усы-земляники. То их высадить, чтобы они успели окорениться. А всё остальное осенью и ждать, и надеяться, и верить. Хорошо. Виталий Александрович, что можно посадить сейчас на участке? И в цветоводстве можно ещё многое сделать. В овощеводстве можно сейчас освободившееся место, допустим, после уборки лука, чеснока, можно посеять укроп, можно посеять индау или руккола-салат, можно посеять листовую горчицу. Подошло время посеять сидираты на освободившейся территории. То есть это растение, которое вы либо поздно осенью, либо рано весной запашите, и будет у вас зелёное удобрение. Например, сейчас можно посеять рожь, или можно посеять ту же самую горчицу листовую, которую потом перекопаете, и это будет удобрение. Это вот в овощеводстве. Можно посеять пекинскую капусту. Она тоже достаточно. Вот вы говорили, что прекрасный вариант. И редьку можно. О, редь. Редис можно. Да, редь. А вот у кого есть теплицы, и теплицы, которые, может быть, даже отапливаемые, да, теплицы, если отапливаемые, да, то также там, если вместо самооёта, например, убрали какие-то культуры там, то можно тоже посеять, и потом уже в теплице получить урожай уже в октябре, и даже, может быть, к ноябрю месяцу. Иногда в теплицу пересаживают те растения, которые не успели сформировать. Вот та же капуста цветная. Вот она не успела качан этот сформировать, да, но у неё зачаток есть. Её аккуратно с комом земли переносят в теплицу, да, и она потом дойдёт у вас, и осенью получите. А вот что касается цветоводства, то сейчас самый разгар можно. Во-первых, сейчас можно ещё до сих пор пересаживать ирисы. А сейчас нужно высаживать двулетние культуры, которые вы подсаживали рассадой, и на следующий год они будут свести. Это турецкая гвоздика, это могут быть колокольчики, это виола, ну, ряд других культур, которые вы сейчас будете на постоянное место высаживать, а на будущем, ну, и некоторые многолетники, луковичные. Сейчас подошло время, когда вы уже подсушили тюльпаны, нарциссы, крокусы и так далее подготовили. Их тоже нужно высадить, чтобы рано весной получить цветущие растения. Так что работы полно. Да, Виталий Александрович, Андрей Владимирович, давайте слово дадим. Скажите, пожалуйста, а вы вот в промышленных масштабах что-то можете посадить вот сейчас, в августе, чтобы получить какой-то ещё урожай? Я не говорю, что там два урожая за год, но это... Нет, в этом году мы можем только посадить уже на сегодняшний день чеснок, чтобы на следующий год его получить. А, вот, кстати, да, это же... Да, зима чеснок, и на самом деле больше мы ничего в открытый грунт не можем посадить. Единственное, вот мы посадили тоже пекинскую капусту, специально попозже посадили, чтобы у нас была свежая капуста, и в магазинах, и на прилавках вот такая красивая пекинская капуста. Была не в июне, в июле, когда у всех много, а когда уже в августе, в сентябре и так далее. Андрей Владимирович, а у нас покуда-то непредсказуемо, а если заморозки? Понятно, вот Виталий Александрович говорит, можно на участки-то взять и в тепличку унести, а у вас это риски? Ну, значит, это катастрофа, если заморозки... Хорошо, не будем об этом тогда говорить, еще у нас буквально три минутки остаются. Еще один вопрос из социальных сетей, народный примет. Мы уже сказали, что лунный календарь, мы на него не смотрим, не очень ориентированно. Желательно не смотреть. Да, а народный примет, вот вы как к народным приметам? Не знаю, я смотрю в Гесметии, в основном прогноз погоды долгосрочный, и уже там принимаю какое-то решение, когда будем косить, когда делать десекацию, когда... Хорошо. Я использую это, как сказать, научные методы. Принято. Андрей Владимирович, Виталий Александрович, смотрите на народные приметы. Народные приметы, ведь народ действительно подмечал, когда что делать. И в зависимости, опять-таки, от погодных условий, ведь вот скоро будет яблочный спас, когда можно будет яблоки уже есть, а до этого времени их нельзя употреблять. Будут время, когда убирать какую-то культуру традиционно, высаживать или высевать. Теперь смотрят по природе, полетел ли лист желтый, долгая осень будет или нет. Вот я сегодня с утра сфотографировал дерево рябины, которое полностью покрыто цветками. Вы знаете, наряду с плодами там цветы, и при том не просто одиночные. Иногда бывает осенью, когда зацветают, вот вы знаете, что повторно могут цвести. А это полностью покрыто. Ну, чисто с физиологической точки зрения, с ботанической, это в прошлом году растение не успело сформировать цветочные почки. То есть вы понимаете, но это интересно. Да. Я когда у той же Валентины Григорьевны, у Фроловой, я смотрю, у неё есть одно, у меня тоже есть рябина, но на ней нет цветков. А у неё полностью покрыто цветками. То есть это говорит о том, что будет долгая осень, долгая тёплая осень, не будет заморозков. Запомним. Запомним, Виталья Александровна, проверим. Народная примета, когда большое количество рябины уродилось, то зима будет суровая. Вот в этом году, например, нет почти рябины. Нет рябины в этом году. Не цвела и не зарезала. Опять же проверим, насколько это точно, насколько это правдивый прогноз. Вы знаете, в календарях обычно очень много печатают таких вот народных примет, которые забыты уже, которые снова возрождаются и так далее. Но те люди, которые интересуются фольклором, которые интересуются традициями, они, конечно, что-то наблюдают. Виталий Александрович, минутку у нас до конца эфира. Одним словом, верите в народные приметы? Они лесовенко смотрят? Всё-таки эти антинаучные и недоказуемые вещи. Гесмитию. На них невозможно, даже гесмитию. Сегодня дождь показывает на завтра, завтра уже снег, послезавтра солнечный, ясно. Поэтому и даже верить этому даже иногда невозможно. Только на себя можно рассчитывать. Хорошо. Александр, спасибо большое. У нас время эфира ограничено. Спасибо огромное за консультацию. Думаю, наши телезрители благодарны за советы. Спасибо вам большое за этот эфир. Буду ждать вас снова. Спасибо большое. Я хочу напомнить нашим телезрителям. У нас в гостях был Виталий Расыпнов, профессор факультета природообустройства Алтайского государственного аграрного университета. Спасибо большое, Виталий Александрович. Александр Канарский, руководитель Центра индустриальных технологий, Института Лисовенко. Спасибо большое, Александр Александрович. И напомню ещё имя одного нашего гостя. Это Андрей Ланговой, руководитель предприятия «Русский овощ». Спасибо большое, Андрей Владимирович. Вам спасибо за то, что пригласили. Спасибо ещё раз нашим телезрителям. Хорошего дня, удачного окончания лета. Увидимся совсем скоро. Не переключайтесь, оставайтесь на нашем телеканале. Редактор субтитров А.Сёмкин